Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Мы говорим на канале о методах и улучшении способа жизни. Сегодня поговорим о том, как стать хозяином своей судьбы. Потому что многие люди воспринимают судьбу как нечто предопределенное, то есть когда уже точно известно, что и как будет. Действительно, иногда складывается такое ощущение, я даже замечал, что как будто события просто происходят и наблюдаешь за ними, что нету какого-то чего-то такого, что решаешь, да, и оно происходит. А вот как процесс такой течения энергии, да, как вот находишься в неком состоянии потока и наблюдаешь за тем, что происходит это, потом это, потом это. И вот эти изменения, они помогают лучше осознать, осознать, кто ты есть и зачем ты здесь. Потому что стать властелином судьбы мечтают многие. Люди хотят творить судьбу, и не только свою, но и других людей. И что тут получается? Проявляешь избыточное усилие. То есть хочешь, чтобы что-то шло так, как хотелось бы, так как вот, как по-моему, да, то есть вот, как говорят, проявляешь такую настойчивую силу воли. И это часто рождает противонамерение. То есть чем больше ты вкладываешь туда своего вот этого желания, намерения, тем больше появляется противонамерение. И в данном случае намерение может быть так же, как внутренним, так и внешним. То есть внутреннее намерение – это как «я хочу», «я сделала». А внешнее намерение, оно помогает вот этой именно реализации того, что происходит. То есть тут внешнее намерение – это намерение, по сути, всей Вселенной. Не одного какого-то конкретного «я», а вот этого всего поля, всего живого организма, который мы называем Вселенной. И получается, что, чтобы произошла реализация, важно именно внешнее намерение, не внутреннее. Потому что Вселенная, она подсказывает, помогает, что лучше для вот этой частички «я», для того, чтобы она могла осознать себя и вернуться в это состояние единства. То есть быть не отделенным, а единым, целым. И получается, что вот цель любой частички – это возврат в состояние единства. Хотя мы считаем, что мы должны пройти какие-то жизненные уроки, пережить трудности и в итоге достичь какой-то цели. Но вот цель, она такая – это убрать все, ну, скажем так, вещи, которые мешают препятствия к состоянию единства, к состоянию вот этой целостности. Когда все чувствует себя как единое целое. И получается, сколько бы мы ни старались подломить судьбу, да, мы можем, конечно же, это сделать на какой-то период, но потом баланс все равно восстанавливается. И, соответственно, мы получаем обратное явление. То есть если мы где-то сделали слишком большое усилие, мы получаем противоусилие. И так вот сработает вот это вот равновесие. То есть потому что равновесие, оно помогает достигать баланса во Вселенной. И тут я всегда рекомендую почувствовать, да, чувствительность, что и как правильно. То есть для того, чтобы осознавать, действительно важно быть чувствительным человеком. То есть важно понимать, что происходит вокруг тебя и внутри тебя. И потом в какой-то момент эта грань внутреннего и внешнего, она по сути уходит. И начинаешь чувствовать все как единое целое. И вот в этом состоянии действительно очень здорово творить и создавать что-то, что будет идти во благо для себя и для других людей. И каждый может это научиться делать. Поэтому я, когда говорю о судьбе, у меня, кстати, на канале как раз будет фильм «Изменить судьбу». Он будет показан в конце этого видео. Суть в том, что цель в данном случае не использовать какое-то усилие, не заставлять, а наблюдать, чувствовать, осознавать. И вот чувствовать вот эту тонкую грань усилия противоусилия. То есть что и как делать, в каком виде, то есть какими способами. И это всегда дает возможность стать более осознанным. То есть мы выбираем, как бы чувствуем, что правильно, а что нет. И вот в этом состоянии, получается, реализуется самое важное. То есть мы изнутри хотим, посылаем импульс, а внешнее намерение позволяет сделать выбор. Позволяет выбрать, что более правильно в данной ситуации, в данном контексте. И получается, что мы тогда идем своей дорогой, своим путем. То есть используем свою судьбу, которая действительно есть у нас. То есть мы никак-то не ломаем ее, не пытаемся любым способом достичь, а чувствуем и выбираем свой путь. То есть мы можем в этом пространстве вариантов выбрать, двигаться туда или в какую-то другую сторону. Но в данном случае это происходит как бы само собой. То есть тут нету какого-то сверхусилия. Тут есть просто четкий и осознанный выбор. И это помогает каждому. Я, например, прошел через это. Я тоже очень часто действовал через усилия. И когда я начал заниматься процессингом, а это уже произошло 20 лет назад, я понял, что здесь важно повышать свой уровень осознанности. И в дальнейшую жизнь я посвятил именно этому, повышению уровня осознанности. Почему? Потому что это помогает в действительности почувствовать себя, другого, Вселенную и действовать так, как подсказывает Вселенная, как подсказывает сознание, душа. И вот таким образом мы получаем наилучшие решения. То есть они происходят как озарение, как новые понимания жизни. И когда я провожу людям процессинг, направляю их внимание, помогаю им получить эти озарения. То есть я не советую, как действовать. Не говорю там, вот так будет правильно для тебя. А человек сам приходит к своим новым пониманиям жизни. Я только лишь помогаю ему, подвожу его. Подвожу его, то есть помогаю ему очистить сознание, и он сам приходит к пониманиям, к озарениям. Давайте сделаем практику, чтобы посмотреть, как это работает. Как обычно, сядьте в удобном месте для вас, закройте глаза. Своим намерением создайте пространство для сессии. Определите, где вы находитесь в этом пространстве, где находится ваше тело в этом пространстве. Дальше создайте какое-то намерение, чтобы почувствовать, как оно работает. То есть это может быть намерение любое, которое вы хотите. Смотрите, я хочу быть здоровым, или я хочу жить в новой квартире, хочу быть счастливым человеком. То есть можно больше конкретизировать там что-то. Вот я хочу получить такую-то работу или создать такой-то бизнес. Можете четко так сформулировать. И самое главное, почувствуйте это намерение во всех его проявлениях. Почувствуйте его реализацию. Реализация – это проявление его. Сначала в вашей вселенной, а потом распространение на реальность, в реальности. И это любое намерение формирует вашу судьбу. Почувствуйте, как оно реализовывается. И если есть какие-то противонамерения, которые включаются, например, я не смогу это сделать, у меня это не получится, у меня будут сложности в связи с этим. Посмотрите, откуда это намерение, как оно сформировалось. И не надо с ним бороться. А наоборот, дайте возможность ему раскрыться и посмотрите, как оно образовалось. Двигайтесь за ним и пусть оно проявится в полной мере. Рассматривайте его как есть. Когда вы не препятствуете ему, а идете вглубь, смотрите, откуда оно, как был принят этот постулат, возможно, это было в какой-то моменте, да, прошлого. Загляните туда и дайте возможность ему рассоздаться. То есть, когда оно уйдет, то у вас снова появится чистое пространство. И намерение, которое у вас вот это есть изначальное, оно начнет реализовываться. Точно так же реализовывается в вашей судьбе любое намерение. То есть, если вы его чувствуете и не создается противонамерение, то оно просто реализовывается без усилия. И вот, когда вы убрали все противонамерения, дайте ему просто реализоваться в вашей жизни, чтобы оно пошло и начало реализовываться во внешней, ну, то есть в реальности. И наблюдайте за его реализацией. Подтверждайте, то есть благодарите, можно сказать, ну, мысленно послать благодарность себе, Вселенной, Творцу, Создателю за реализацию этого намерения. Вот. И таким образом вы создаете намерение изнутри, и дальше оно реализуется уже с помощью внешнего намерения, намерения Вселенной. Вот. Если у вас что-то не получается, или появились какие-то вопросы по практике, вы можете написать мне в личные сообщения. Все мои контакты будут указаны под этим видео. Вот. Также там в моей книге «Полное исцеление и миры вечного познания». Там можно узнать больше информации о том, как создавать намерение и как реализовывать его во Вселенной. Вот. Вы после того, как завершили намерение пошло реализоваться, дайте ему просто в сессии перетечь в вашу жизнь, чтобы вы чувствовали это умение, его реализацию, и благодарите Вселенную. Помните, что благодарность – очень важная часть вашей жизни. Живите в этом состоянии благодарности, и тогда намерение будет исполняться гораздо быстрее и отчетливее. Вот. На этом, друзья, мы будем заканчивать на сегодня. Я вам желаю счастья, осознанности. Если видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и включите колокольчик для напоминания о новых видео. Они выходят на моем канале ежедневно. Конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, это тоже будет им интересно. Вот. Мы увидимся с вами совсем скоро. Завтра на моем канале выйдет следующее видео. А пока посмотрите, вот видео появилось на вашем экране. Тут у нас в двух углах видео о том, как изменить судьбу, о том, как справиться с негативным зарядом, и, конечно, подписка на мой канал и сайт для того, чтобы получить больше информации. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. И до скорой встречи, друзья. Всего вам доброго. Продолжение следует...